Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим про тренды, неочевидные или очевидные, а тренды аксессуаров и украшений на это лето. Но перед тем, как мы с вами поговорим, я хочу напомнить, во-первых, что я сейчас записываю это видео в Киеве. В Киеве я нахожусь несколько дней уже, на самом деле, конечно же, на свой страх и риск, потому что война в Украине, война России на территории Украины незаконная, продолжается. Несмотря на то, что активных боев в Киеве или под Киевом в зоне Киева нет, они есть на территории Украины, они есть в зоне Донбасса, Мариуполя, под Харьковом и Запорожьем. И погибает огромное количество не только военных, а еще и невинных простых граждан Украины. Которых, я хочу напомнить, уничтожает Россия, которая незаконно вторглась на территорию Украины, суверенного государства, со своим каким-то освобождением, абсолютно сумасшедшими идеями, сумасшедших людей. И в связи с этим я хочу напомнить о том, что я всегда до конца войны буду в описании под этим видео оставлять линки на помощь, как украинским вооруженным силам, точно так же и гуманитарную помощь, помощь женщинам, детям и беженцам на территории Украины и вне ее. И только с этой помощью мы можем действительно поддержать и показать свою поддержку Украине и показать свою веру в ее победу. Поэтому я очень вас вдохновляю это делать в любой посильной суммой. А также, если вы хотите знать правдивые новости, в комментариях под этим видео, точнее в описании под ним, я оставлю ссылки на проверенные телеграм-каналы, которые действительно рассказывают то, что происходит на территории Украины и описывают ту войну, которую Россия, военную операцию, которую Россия называет, которую она затеяла на территории Украины. А мы с вами будем продолжать говорить, будем продолжать творить. Я продолжаю вести канал, рука уже даже соскочила, я продолжаю вести канал. Я приняла это решение спустя где-то, мне кажется, два месяца войны, начала его продолжать вести в Португалии. Сейчас я в Киеве, пока что я буду курсировать между Киевом и Португалией, потому что, безусловно, ситуация нестабильная. И мы решили для себя, что нам пока что нужно такие две базы в двух странах для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Я приехала в Киев, и тем не менее, я чувствую себя замечательно. Вообще сейчас, мне кажется, что я бы просто уже здесь осталась и никуда не ехала. Но я хочу еще раз напомнить, что все абсолютно не просто так. Мы продолжаем работать, мы продолжаем жить, мы продолжаем пить кофе, говорить о чем-то кроме войны. Но помним, что война продолжается, и война очень жестокая. И бои сейчас очень ужесточенные идут на территории Донбасса, поэтому если боев нет на территории Киева, Киев это не вся Украина, и нам нужно об этом обязательно помнить. Поэтому если у вас есть какая-то возможность помочь, а возможность помочь одним долларом, пятью долларами есть у большинства людей, я очень вдохновляю вас это делать. А мы с вами переходим к теме актуальных аксессуаров в этом сезоне, то есть летом. И первый аксессуар в данном случае это цепи на тело, причем больше всего они появились на показе Acne Studios или на показе Chanel. Это такая цепь пояс, которую можно носить как пояс в каком-то изделии или просто на голое тело. И она обычно садится чуть-чуть в районе талии, в то время как само изделие нижней зоны, то есть брюки, юбки и так далее, садится на бедра. Соответственно, какое-то пространство между этим изделием, между изделием на бедрах и между этой цепью остается, чтобы она была более заметна, чтобы они не слишком перекликались. А потом такие цепи, безусловно, классно на пляже смотрятся. Ну и даже в рамках города вот этот фактически пояс, который мы надеваем не как пояс, а просто совершенно отдельно, будет выглядеть очень интересно. Особенно, когда он контрастен с телом, то есть он не поверх какого-то изделия вещи, а когда он просто на голой коже. Поэтому я очень советую, если вы такое себе хотели, думали, то обратите внимание, лето самый лучший способ и время надеть такой аксессуар. Конечно, понятно, что не зима, потому что было бы странно на голое тело цепь надевать, ну, всякое может быть, я уже многое в жизни видела. Следующие два аксессуара это пояс, просто два его варианта. Первый пояс это аккуратные пояса с замочком, и обычно это замочек какой-то такой декоративный, который обычно на сумке может встретиться. И он, этот пояс, он достаточно тонкий, и вообще пояса в этом сезоне очень акцентированы, и чаще мы можем увидеть любые стайлинги, брюк, джинсов и в приюпах любых изделий, в которых есть пазы для пояса, именно с поясом, потому что это всегда чуть более завершенно смотрится. Так вот, первый вариант актуального пояса это достаточно тонкий, с таким декоративным замочком любого формата, в базовых цветах и не только. А второй вариант актуального пояса это минималистичный, среднего размера, с классической, аккуратной, тоже минималистичной пряжкой, или может быть слоган, но чаще всего с минималистичной пряжкой, кожаный, который будет очень классно смотреться, опять же, с брюками, джинсами, шортами. Вот даже представим себе джинсовые летние шорты, которые обычно, ну допустим, надеваем с футболкой, когда вы надеваете просто пояс, уже одна эта деталь немножко разграничивает верх от низа, немножечко классичности, классическости, классики добавляет вашему образу и завершенности, при этом оставляя его достаточно базовым. То есть вы ничего такого категоричного, другого не делаете, но при этом уже повышаете завершенность наряда. Еще один очень, вообще очень интересный и очень необычный аксессуар этого сезона, это, выслушайте меня, гетры или лосины полупрозрачные, которые еще и собираются морщинками, классический пример этому, это такие в бренде Зроу, то есть и вы их причем надеваете обычно не самостоятельно, конечно же, я думаю, а под что-то, под юбку, то есть не выглядывают из-под юбки, под линеную рубашку. Под удлиненую футболку, под мини-юбку, под шорт, то есть вы обычно такую многослойность организовываете, и потом уже идет обувь. И вот этот интересный переход, это такой классный способ летом добавить многослойность вашему наряду. Понятно, что это однозначно стайлинг не для всех, это для смелых, но если вы как раз искали в своем гардеробе какие-то позиции, которые могут добавить и многослойности, и чуть больше завершенности, и интереса, и этажности такой правильной вашему образу, и в минималистичном формате не только, обратите внимание на этот очень странный, но прикольный вариант летнего и не только аксессуара. Еще один аксессуар, слышу, украшение, это броши. Они в этом году как никогда актуальны, причем винтажные броши и новые броши, броши с лого, броши в виде каких-то животных. И, кстати, упоминая эту тему, сразу хочу объявить о том, что у нас стартовала на момент записи этого видео регистрация на наш вебинар «Винтаж как искусство», который ведет Екатерина Вейпан. Это владелица винтажного реселлера Кира Винтаж, это крупнейший винтажный реселлер в Европе. Это человек, который лично очень близко знаком с Александром Микеле, креативным директором Гуччи. Это человек, который знает, который искусствовед по образованию, который знает искусство и знает историю моды, который разбирается в винтаже. И вебинар у нас пройдет 7 июля. В этом вебинаре Екатерина расскажет очень детально про то, где искать винтаж, где его выгодно покупать. Она расскажет о том, как отличать оригинал от подделки именно в винтаже, что часто встречается. Она расскажет, в какие позиции с точки зрения винтажа стоит инвестировать, то есть какие позиции будут подниматься в цене. И также она обязательно расскажет вам о том, как можно сформировать грамотный гардероб с вкраплениями винтажа, но не так, чтобы выглядеть как ходячий музей. Для регистрации на вебинар, который будет длиться более двух часов, вместе с сессией вопрос-ответ, которому будет в подарок еще и вся презентация в формате PDF, кликайте по ссылке под этим видео. Так вот, среди винтажа огромное количество раритетных, очень красивых брошей, которые сейчас как раз стоит покупать. Только, естественно, нужно понимать, какие, какого бренда, оригинальные они или нет, из чего они сделаны. И мы их закрепляем можно и по старинке, типа на жакет какой-то твидовый, а можно и на современный лад. То есть можно на какую-то джинсовую куртку, на рубашку, на жилетку. Можно, если, конечно, вам не жалко, на какой-то вид верхней одежды, конечно, которая частично может повредиться за счет этого, но будет интересно смотреться. Вы так можете вдохнуть новое дыхание в какую-то сумку, особенно если это какая-то сатиновая сумка, которая вам уже немножко надоела. Вы можете закрепить вот эту брошь только максимально секьюрно на атласную ленту и надеть ее как чокер, который, кстати, переходим к следующей позиции, актуальный в этом сезоне, также безумно актуальный. Вообще любые варианты украшений чокеров очень-очень актуальны как никогда. Этот весь год и вплоть до его конца и потом, это самая главная такая по украшениям, самая главная позиция, которая будет в топе популярности именно в зоне шеи. Не подвесочки, не висящие какие-то штуки, а именно чокеры и заметные, деликатные, тут уже по вашему желанию, но чокер можно сделать и можно сделать с помощью вот такой интересной броши. Так что можно сразу два тренда обведения. Еще один гипертренд этого сезона, это на самом деле такие серьги-гирлянды, достаточно массивные, заметные, обращающие на себя внимание, интересные, которые будут подчеркивать внешность. Они могут быть единственным фокусом вашего образа, все остальное может быть базовое. Они могут подчеркивать и поддерживать другие элементы, достаточно женственные или рустикальные в вашем образе. Они выглядят очень деликатно и классно в том числе сочетаются в первую очередь с какими-то коктейльными вечерними нарядами. И особенно интересно, они смотрятся лично для меня на каком-то курортном фоне. То есть, если это отдых, если я сразу какую-то Грецию представляю, Греция очень красивая, все эти пейзажи, разлетающиеся платья и вот эти серьги-гирлянды. Будет выглядеть просто замечательно. И если мы говорим про актуальные и необычные аксессуары в этом сезоне, которые также присутствуют, я бы на 100%, на 100% абсолютно поговорила с вами про такой аксессуар в данном случае, как массивная цепь, но массивная минималистичная цепь. Не каждый на нее решается. Это украшение для достаточно смелых. И если, опять же, вы немножко смущаетесь, эту массивную цепь можно носить как браслет, эту массивную цепь можно носить как чокер, то есть достаточно плотно к шее, эту массивную цепь можно более свободно носить. Она из прошлого года к нам пришла, и она также была достаточно актуальна. Но если тогда мы больше говорили про массивную цепь с какими-то деталями, то есть декоративными, здесь мы говорим про абсолютный минимализм, даже какой-то брутализм в подаче. И очень классно все эти сочетания работают с красивым, чистым, спортивным стилем а-ля Баленсиага. То есть это какая-то рваная даже или обычная просто футболка, джинсы и эта цепь. И вообще любые достаточно массивные, немножечко дерзкие аксессуары или украшения всегда классно работают в формате, когда дальше у нас белое полотно, когда у нас больше ничего в образе нет такого слишком яркого, особенно это минималистов касается, иначе вам будет просто перебор. И тогда вот эти все детали, они подсвечиваются, они видны, и все остальное в образе остается рамочкой для этого изделия. И последний аксессуар, украшение, который в этом сезоне безумно актуален, это мы говорим про жемчуг. Если раньше мы говорили вообще про барочный жемчуг как таковой, то сейчас мы говорим про жемчуг очень аккуратный, даже немножечко винтажного. Опять же, возвращаясь к винтажу характера. И в винтаже его очень много, он есть очень классный, очень красивый. Это может быть винтажная такая нить жемчуга с какой-то а-ля брошкой вместе с ней. Это может быть просто минималистичная нить жемчуга. И опять же, на контрасте я бы это, чтобы не делать образ таким слишком винтажно-дамским, сочетала с чем-то либо спортивным, либо кэжуальным, либо просто классическим, либо даже каким-то дерзким а-ля косуха какая-то, рваная футболка и так далее. То есть что-то, что будет балансировать открытую, конкретную женственность, которая в жемчуге присутствует. И нужно всегда помнить, что когда у нас какое-либо изделие или вообще любой элемент, который мы можем себе представить, мы его когда помещаем в портретную зону, мы ее очень акцентируем, это изделие и саму портретную зону. Поэтому это не то же, что добавит жемчуг в нижнюю часть тела. В портретной зоне это самая активная зона для помещения того или иного тренда или эксперимента. Поэтому он ярче всего именно там смотрится. Поэтому в связи с этим, когда мы помещаем, допустим, жемчуг именно в портретную зону, нужно понимать, что остальной весь образ уже более завершенный. Поместимый этот жемчуг как какой-то энклет вокруг щиколотки, да, браслет, смотрелось бы совершенно по-другому. Мы помещаем в портретную зону главная зона фокуса вот эта и образ однозначно более завершенный. И это касается абсолютно любых цветов, экспериментов, аксессуаров и так далее. Пишите в комментариях внизу, какой из вариантов украшений и аксессуаров в этом сезоне вам нравится больше всего, на что обращаете внимание, что уже есть в вашем гардеробе. Я напоминаю о том, что под этим видео есть все полезные ссылки для помощи Украине. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин